Всем раннее доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня 1 декабря, первый день зимы. Я зиму не очень люблю, но 1 декабря я люблю, потому что у этого маленького мальчика день рождения! Хотя уже не маленький, да? Сколько тебе исполнилось? 6 лет. 6 лет сегодня Димке день рождения. Мы едем все сонные, едем в садики, в школу завозить деток. И сегодня заберем Димку пораньше и будем поздравлять. Будем тебя поздравлять. У нас уже подарочек готов. Адриашка там, кстати, тоже вместе с нами, потому что после садика и школы, когда мы детей завезем, хотим поехать, там, в общем, вопросы решить с документами, с Адрианином паспортом, если получится. Надеюсь, что получится. Ну, если нет, то, по крайней мере, мы съездили на разведку. Детки, привет! Милашку там не видно. Адриашку вообще не видно. Адриане сегодня, наконец-то, надели теплый зимний комбинезон. И теперь уже зайчик маленький. Зайчик розовенький, да? Да. Да. Димку уже с утра поздравили. Подарок не дарили. Подарим все уже после садика. И школы. Сделаем сюрприз ему. Сейчас уже подъезжаем к школе. Милане на автобус стоит как раз. Она едет, да, Милаш? Да, сейчас у Миланы плавание первое. Они едут. Не первое. Уже, наверное, десятое. Ну, я имею в виду, что первый урок сегодня плавание. И вы едете на автобус. Он, Милаш, котов. Вот она, вот она пошла. С двумя рюкзаками. Бедный ребенок. Тащит тяжести. Пап, ты рад, что у Димки день рождения сегодня? Ты его поздравил? Поздравим. Мы же вместе поздравляем. Ты хотел сына? Хотел сына, но не хотел зиму. Но не хотел зиму. Да. Шкодный переход. Но из папы хотел очень мальчика. Вот мальчик у нас теперь такой есть, да? Вредный один, да? Жучок такой. Вредный жук. Называем Димку вредный жук. Да? Да. Покажи свои модные часы. Какие модные часы. Ты вообще маднявый такой парень. Все, мы приехали в садике. Детки на свой день рождения раздают подарочки, да? Что ты там будешь раздавать? Покажешь? О! Ну, покажешь, какие там такие в пакетиках желейки, да? Да. И вот такие пироженки. Желейки и такие пироженки. Каждому. Сколько у вас человек в группе? Ну, где-то может быть 30. 23 человека. Взяли шорты. А где-то было 6. Где-то было 6? Да. Ну, пойдем? Пошли. Маленькая дряшечка в новом комбезике. Бусинка. Маленькая. Он у нее большой. Это не у нее такие ноги длинные. Это комбез такой большой. Идем. Так холодно. Я Диме сегодня даже под джинсы одела колготы. Потому что очень на улице уже холодно. А я вчера еще пошла, снимала в сторис в инстаграм, сделала себе волосы. Наконец-то так долго ждала этого момента после родов. Сделала себе уход за волосами холодной. Уход напитала, в общем, волосы витаминками. Так что я сегодня с прической так люблю, когда волосы прямые. И вообще очень люблю. Влад меня пересадил за руль. Говорит, я хочу спать. Так что смена корового. Мы вчера уснули в 2 часа ночи. Женька даже позже немножко. Да. У нас дряшка не дала поспать. Да. Женька старгетом занималась. И проснулись мы сегодня в пол седьмого. А я вчера легла в пол третьего ночи. В пол третьего легла в двадцать чуть раньше. Так что мне ужасно хочется спать. Я немножко вырубаюсь. Полежу минут 15. И будем делать паспорта. Добавлю немножко подробностей. Буду идти рассказывать. В общем, загранпаспорт Адриане мы планировали сделать. Но не знали, как осуществить это все. Потому что записаться в консульстве украинском было нереально. Все места сразу бронировались. И потом мы узнали, что можно сделать паспорт в паспортном сервисе. Это только Варшава, Гданьск и Краков. И мы уже собирались ехать в Варшаву, чтобы податься на загранпаспорт Адриане. Как Влад узнал, что в Ваврославе тоже открылся паспортный сервис. Сейчас выездной. Такие автобусы, бусы стоят. И где можно податься на паспорт. Они только открылись. И мы как раз туда собрались ехать. Это уже был второй рабочий день этого паспортного сервиса. То есть мы попали как раз на самое-самое начало. Плюс в том, что там принимают по живой очереди. Не нужно записываться. Так как много желающих сейчас делать документы. Или там продлевать. И очереди просто в консульстве неимоверно большие. И записаться действительно нереально. Это все очередь такая. Кошмар. В общем, представляете? Простояли мы ту очередь паспорт, чтобы сделать Адриашке загранник. И выяснилось, что оказывается у нас ошибка. Уже везде эта ошибка. И в переводе на украинский язык сельство рождения Адрианина. И получается в моем паспорте, так как Адриана вписана в мой паспорт, ошибка. В фамилии у Адрианки написали Круз без мягкого знака. То есть Круз. Сказали, что не примут. Поэтому все опять по новой. Надо переводить сельство рождения. Мы уже перевели. Слава Богу, переводчик сделал за 2 минуты. Мы приехали, сразу забрали. Приехали сейчас в консульство, чтобы исправить ошибку в моем паспорте. Но нужно записываться. А записи нет свободной в ближайшие 2 недели. И записаться сейчас очень тяжело. Но мы надеемся, что мы попробуем так прийти. И нас пустят договориться. Там буквально исправить, добавить мягкие знаки в базе исправить. И все. Надеюсь, они поймут нас и исправят ошибку. И потом уже... Здравствуйте. И потом уже мы тогда пойдем опять становиться в ту очередь. До 6 сегодня они работают. Но как бы сегодня день рождения у Димки. Поэтому нам бы до того, как забирать его с садика и Милану со школы успеть, все это справиться с документами. А потом уже уделить время Диме и праздновать его день рождения. Ой, паспорт упал. Получается такое видео полупраздничное. Полу опять с документами. Все. Мы сами не планировали, потому что мы узнали только вчера о том, что есть выездная такая машина, которая делает паспорта. Все. Скажу пару слов буквально. Поменяли мы документы, все получилось. Правда, мы потратили на это где-то сколько? Полтора часа точно, наверное, ушло. Потому что нужно было подождать, пока они все сделают. Но, слава богу, приняли нас без записи. Разрешили. И сейчас мы 12 часов дня. И мы едем назад на ту очередь, где делают паспорта. Надеюсь, мы успеем, потому что нам еще шарики надо Диме надуть на день рождения. Он очень ждет, очень хочет, чтобы были шарики. Ой, и скоро его забирать. Поэтому очень надеемся, что мы все успеем. И кушать хочется очень сильно. А мы, представляете, только приехали забирать Диму. Сейчас полчетвертого вечера. Вот такой у нас день рождения. Зато мы можем поздравить эту маленькую девочку. Мы подали все документы на паспорт. И через два с половиной месяца у Адриашки будет загран паспорт украинский. Влад сейчас пошел за Димкой. Видите, на улице уже темнеет. Я, наверное, меня, наверное, плохо видно. Влад пошел за Димкой забирать его. Потом поедем за Миланой. Торт мы уже купили. Шарики, правда, не успели надуть. Но к нам придут завтра гости. Брат Влада Марк с девушкой придут. И я думаю, что мы шарики надуем, наверное, для Димки завтра. Объясним ему. Я думаю, он не расстроится и поймет. Вот. А сегодня мы еще отвезем его в детский центр. Сегодня мы подарим ему детский центр. И у нас дома есть еще большой подарок для него. И у Миланки есть подарок. Плюс тортик с чаем попьем. И я думаю, получится хороший вечер. А еще мы сегодня заезжали в один магазин. Я забыла, правда, его название. Это не Ашан. И мы там нашли курицу-гриль. Да, Бузька маленькая. Мы купили курицу-гриль горячую. Поэтому сейчас домой придем. Как раз все будут голодные. И у нас будет корочка. Ну все, едем. Сейчас едем, едем. Приехали в детский центр. Через полтора часа он закрывается. Так что мы буквально на полтора часа. Ой, здесь все новую елочку поставили. Мы тут были летом, и здесь было очень жарко. А сейчас тут хорошо. Ты доволен, Димка? Да. В этот детский центр. Нравится вам? Парк разрывки. Ручинный. Мы когда с детского центра приедем домой, тебя ждут еще торты, подарки. Помнишь? Да. Да. Давай, раздевайся. Быстрее, я уже хочу пойти. Класс. Класса, молодец. Вам нравится тут? Да. Ого, рай. Рай басту тут для детей. Давай, скатывайся. Давай. Я хочу ватрушки. Вот там наша мама стоит в уголочке. Он машет ручкой. Ну, давай, кто первый? давай тебя давай и побежал димка подымайся в рот ватрушку давай мы так за целый день устали пока мы с владом болтали дети уже порезали торт и не дождались даже уже начали бы кушать ну давай загадывая желание загадывай только нам не говори про себя закатал задавай еще раз сильно давай ближе подъешь с днем рождения Яаа Становитесь Виношка рядом Вот так 10, 10, 10, 10, вот так, и 3, 2, 1. С Дома Рождения, Димка! Смотрите, какая страя! Смотрите, Кость. Вот, вот. Класс. Дим-дим-дим-дим. Что это такое сейчас было? Андряжка в шоке. Дим-дим-дим-дим. Иди к нам. Подарки дарить будем. Самое главное. Ты целый день ждал? Открывай. Сейчас у нас сколько? Я хочу первые. 9 вечера почти. Давай, ты первая. Кинда, стой, пляси, пустяки. Три набора патруль. Чинячий патруль. Тут 20, тут 50, а тут 36. Три набора патруль. И киндер чинячий патруль. Вау. А я хочу посмотреть, что там игрушка. Ну, потом. А у папы, смотри, какой подарок. Еще черный ящик. Это от нас с папой. Что в черном ящике? Да. Дай мне, я не рекомендую. Еще с папой. Это от меня тоже с папой. Да, это от мамы. Это тебе, деда, шоколадка. Покажи сюда. Мам, покажи шоколадку. Вот такой офигеть. Вот здесь даже есть линейка. Я точно на вижу. Линейка. 50 сантиметров. Ты, короче, будешь, да, сладости кушать долго. Меря шоколада. Хватит надолго, да, папа? Тебе нужно так мерять. Да, вот так вот. Одна сладости кушать. Дима меряет шоколадками. Ты, пожалуйста. Одна шоколадка. Да. И два. Две шоколадки. Две с половиной шоколадки. Ну, две кусочек, да. Две с половиной шоколадки. Да. Ну, давай с подарок. Будем успаковывать смотреть, да? Да, я хочу. А мы с одряшкой за кадром. Да, Бучка? Да. Скажу моего братика. Сегодня день рождения. Да. Ну, что, мы уже тортик поели, покушали и открываем подарки. Ну, что, готов открывать последний подарок? Сейчас. Давай. Сразу же я вижу, что... Давай вот так, что положим. Машинка. Что это за машинка? Вот, давайте, вот, мочь. Давай. Вау, я картинку ее вижу. А, ну, так. Опа-па-па-па. Убирай пленку. А, офигеть. Что это? Это машинка. Еще пленку надо убрать. Это машинка-снегоход. Смотри, какие колеса у нее, видишь? По водой. Видишь? Она по снегу может ходить. А когда лето, у нее меняются колеса, видишь? На гусениках. Съемные. Да. Это гусеницы, как танк ездит, видишь? А там такая... Машинка такая. С ней можно на улице будет прямо кататься. Да. Не только в квартире. Дима заказывал себе машинку. Я ведь не заказывал. Но мы спрашивали у Димы, что он хочет на день рождения. Что бы хотел, да. Да, что бы он хотел. Он предлагал разные варианты. Смотри, вот тут. Ему уже вот выбрали. Да-да-да-да-да. С этой машинкой можно даже... Офигеть. Давай. Давай, помогу здесь достать тебе. А что это такое? Это такой пульт. Это он так будет... Классная машина такая. Специальная. Не такая обычная. У тебя такой еще не было, Дима, да? Дим, была такая у тебя машина когда-то? Нет. Офигеть. Офигеть. Большая? Очень. И пульт у нее есть? Угу. Пока папа там собирает, поздравляем еще раз Диму с днем рождения. Да? Я прямо сосед ручку. Мы тебя очень любим и очень рады, что у нас есть такой мальчик, как ты. Сегодня все бабушки и дедушки уже звонили, да? Да. Крестный звонят, да? Да. Все родственники поздравляли Димку с днем рождения. Что тебе желали? Не знаю, забыл. Забыл? Здоровья желали, да? Чтобы ты был счастливой, самое главное. Мы с папой тоже тебе желаем счастья. Вот, Адриашка, меня сейчас уже тут доест. Просто неудобно камеру держать и Адриану. Чтобы ты был счастливой, чтобы ты был послушной, чтобы у тебя были хорошие друзья. Да? Да. Давай. Я тебя люблю. Я тебя тоже. У нас эксперимент. Заедет ли машинка на подставку для ноутбука. Давай. Включай. Включай. А он нам может? Может. Я тебе вообще без проблем. Смотри. Папа, свой рабочий ноутбук. Дубль два мы подперевернули. Да. О, иди что-то. И может он скатиться. Он даже скатиться. А если сплетит. Прикольно, Дима. Давай, давай. Давай. Не-не, ну так он, конечно, не сможет. Да, очень, да. Здесь у тебя ты на подъем более плавный. Класс. Димка, тебе нравится? Диме подружка с нашего оседла подарила подарок. Покажем? Давай. Она помнит, когда у Димы день рождения, очень приятно, конечно. Давай. Сама. Открутка. Сама открутку делала. Вау. Давай посмотрим, что там написано у нас. С днем рождения. Машинки. О. О, желаю тебе что-то. Много подарков, чтобы ты был здоровый. Для Миланы тоже есть подарок. Классно. Вот это для Миланы, походу. Ну. Карман. Карман, вещи для кармана. Здесь карман реально. Молодец, такая творческая девушка. А давайте дальше посмотрим. О. Ручейтик. И конвертик. Что там в пакетике? Сейчас посмотрим. О. Там еще одна есть. Прекрасивая. Из пластилина всякие подделки. Это, походу, я. А это Адриана. Из пластилина всякие штучки. Ну. Что там еще? Вижу шоколадка. О, да. Шоколадочка. Вот такая. У Димы сладостей уже целая куча. Машинка. Машинка. Распакованная. Она распакованная. Она была в коробочке, но Дима не удержался и ее раскрыл. До того, как я сняла видео. И пакетик. И пакетик, да. А вот этот подарок Крестный подарил, да? Это уже Дима тут игрался. Да. Приходил к нам в Крестный и подарил такое лего, да? Да. Они тут собирали сегодня. Класс. Вон такая коробка. Сколько? Ой. Сколько тут штук? Пятьсот. Пятьсот штук. Прикольно. Тебе нравятся подарки твои? Да. Да? Да. Нравится? Да. Да. Прикольное, когда это не рождение, да? Да. Димка, скажешь спасибо подружке? Как зовут ее? Варвара. Варя, да? Ну, можно говорить Варвара. Спасибо ей. Она помнит про твой день рождения. Она и про Адриашкин помнила, когда Адриашка родилась. Она тоже подарила мне открытку с рождением Адриашки. Сказала, ты ее встречал уже? Ну, да. После дня рождения своего, да? Да. Она сейчас заболела? Да, она сейчас заболела. Ну, ничего, ладно. Думаю, он выздоровеет, дай богу, быстрее, да? Да. Да. Дима говорит, мам, можно шоколадку съесть? Ну, у тебя там столько сладостей, у Димы, у Миланы вообще там целый остров вкусняшек. У Миланы очень мало вкусняшек. У меня гора этих вкусняшек. Гора у тебя? А ты с горой своей поделишься с нами чуть-чуть? Да. Да? Спасибо. Хоть день и получился в таких попыхах, и я жутко к вечеру устала в этот день. Была сумасшедшая усталость. Но я все равно рада, что все так прошло. И Димку мы порадовали, отправились на день рождения, провели с ним время. Ну, и самое важное тоже для нас, что мы решили вопрос с документами Адрианинами, с которыми не могли, наверное, решить этот вопрос уже с ее рождения пару месяцев. Так что я очень рада, что все так сложилось. Надеюсь, вам видео понравилось. Я буду с вами прощаться. Ставьте обязательно лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok